Привет! Меня зовут Назар Давыдов, человек, который вам нужен, особенно в Турции. И сегодня у нас 31 декабря. Буквально осталось 10 минут до встречи Нового Года. И сегодня, друзья, вам покажу, как отмечают Новый Год в Турции. Турки в целом особо не отмечают Новый Год, но любой праздник они любят. Ракы, турецкий напиток, его под поводу и без повода. Особо об этом не афишируют. Сегодня я бы тоже побью, потому что у нас праздник, Новый Год. 2018 заканчивается, 2019 начинается, как я сказал, совсем скоро. За моей спиной экспозиция праздничная, посвященная Новому Году. И, подобным образом, очень многие отмечают в отелях праздничных Нового Года в руку дружной компании. Распределяются по разным всевозможным номерам и там веселятся. Ну, в самих номерах, хотя и в номерах тоже. Ох! Сегодня я вам покажу, как танцуют, что кушают и как проводят досуг в эти праздничные. Так что все в порядку, с настроением новогодним, с задором. Мы это все с вами вместе, шаг по шагу пройдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень вкусно. Большое количество всяких овощей. Выбор достаточно широкий. А вот сладости. Еще только нет. И такие, как морковь. Мы уже побывали. И до нас уже здесь побывали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Товарищи, есть установка весело встретить Новый год. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, за что мы выпьем? За что хотите? С Новым Годом! С Новым Счастьем! С Новым Счастьем! С Новым Счастьем! Снег! Петель! За моей спиной находится бар, а мы находимся прямо в самом центре, где вчера отмечали Новый Год. Теперь по порядку, что мне не понравилось. Начну сразу с этого, потому что еще сидит во мне обида, что чего-то лишили родного. Не было Снегурочки, не было Деда Мороза, не было елки. Вот здесь не было елки. Но какой же Новый Год до бед елочки? Это Новый Год и бед елочки, а? Поэтому это мне не понравилось. Конечно, чтобы быть справедливым, скажу, что были новогодние атрибуты, раздавали картонные такие колпаки, не как у меня волшебные, а картонные. Вот, как же желающий мог взять и почувствовать с Вкусного Года. Ну, это же не то. Плюс ко всему прочему, на открытой площадке было такое интересное действие, как распыляли искусственный снег из специальной установки. И были новогодние такие фастфудовские стойки, где раздавали хот-доги и суджу. Это турецкий такой хот-дог с остренькими колбасками вместе с маринованным кусочком огурца. Вот это понравилось. Вот потом на этом месте была такая специальная стойка с шампанским. В 12 часов всякого боя курантов или еще что-то начали разливать шампанское. Ну, как-то могли бы получше это обыграть, но, тем не менее, было чувство уединения. Большое количество людей подходили, постановились в очередь за шампанским и весело разбивали. Что тебе приметилось на празднование этого Нового Года? Приметилось хорошее настроение, классная музыка, позитив. Очень много там танцевали. Танцевали в основном потому, что очень было сложно найти место, чтобы посидеть. Конечно, был лобби-бар заполнен. Очень много народа, очень мало кресел. Ну, кстати, можно было и выпивать, танцую, потому что большое количество алкогольных напитков были бесплатные. За дополнительную стоимость можно было выбирать эксклюзивные напитки 12-летней выдержки. Мы находимся прямо возле бара. Вчера изрядно все попробовали, да? Ты да! Расскажи, что я пробовал. Ну, в целях научного эксперимента, конечно же, ну, и по поводу праздника, я попробовал секс на пляже, молибу, водку, напиток турецкие ракы, которые, когда добавляешь воду, становятся белым. Потом попробовал вискарик, водку, шампанское, вино. И, ну, в принципе, поскольку и Бейлис, да. В принципе, из-за того, что всего по чуть, у меня сегодня было нормально. А теперь про качество продукта. Ну, водка мне не очень понравилась, вино получше, вискарик так себе. Стоит заметить, что все эти напитки одобрены министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности. Вот, то есть, по-серьезному подходит. Видите, за моей спиной много всяких баночек, спляночек. Все это бухлишко, которое выдается здесь бесплатно. Совершенно верно. Этот отель работает даже в зимнее время по концепции ультра все включено. А это значит, что все местные и многие импортные напитки входят в концепт и включено. Вот, если хочется что-то докупить, то вот тут есть отдельное меню. Расскажи, Лена. Это премиум напитки. Вот, дополнительно оплачивается, что виски премиум класса. Это Шива с Рекл 12-летней выдержки. Димпл, Джон Уоллокер, Джек Дэниелс. По 10. И так далее. Да, то есть, многие. Многие виски импортные, они не включены в концепцию. И это за одну ворсу, да? Цены от 10 до 30 евро. Совершенно верно. Премиум коньяк, это Мартель, Хеннесси, Фенвайзер, Галеви Мартин. От 20 до 60 евро. Опять же, за 100 грамм. 100 грамм. Водки, это Бельведер, Белуга, Рашин Стандарт. Они от 8 до 15 евро. Далее, что у нас идет шампанское. Есть, которые также дополнительно оплачиваются. Но здесь цена указана уже за бутылку. Бутылка шампанского от 43 евро до 75 евро. Также некоторые вина, коктели тоже идут за дополнительную плату. И еще такое дополнение хочу добавить, что все бутылированные напитки, то есть, если вы заказываете бутылку закрытую, это всегда тоже вам будет платно. Местный этот напиток местного производства, либо импортный, это всегда идет за дополнительную плату. Да, вместо Снегурщик были восточные танцы живота. Очень близко они подошли. Я бы сказала, грудей. Грудей и поп, не боюсь этого слова. Источные, новогодние, аппетитные. Скажи, как ты считаешь, для детей были какие-то развлечения вечером? Вечером, к сожалению, нет. Да, это уже, это знаю, нет. Клуб работает до 22-30. Вот, а дальше они предназначены сами себе. У нас была большая компания детей, и в принципе, было весело. Но зимой достаточно доступные цены. Можно приезжать в большой компанию и устраивать себе любые праздники. Хоть там корпоративы, хоть праздные дни рождения. Кстати, здесь несколько больших залов, интерьер-залов, которых можно проводить как презентацию, так и другие какие-то серьезные мероприятия. Да? Да. Друзья, настало время подведить итоги. Мы как следует отметили Новый год, рассказали, как Новый год отмечают Турции, и посмотрели отель. Отель называется IC Santay. И находится он в Белике, где-то в 30 километрах от Анталии. Мы нашли и плюсы, и минусы. Сейчас мы по-честному вам расскажем, потому что мы платили свои деньги. Этот выпуск не заангажированный. Решили поделиться своим опытом. Если у вас какие-то есть дополнения, обязательно пишите в описании. Это кому-то обязательно поможет. Итак, начнем с плюсов или с минусами. Давай с плюсов. Давай с плюсов. Тем более, что их больше. Значит, мне понравилось расположение. И СПА, и ЖРА. Потому что Новый год сам турки особо не отмечают. Но мы-то с вами отмечаем. Делочек разглядывает. Здорово. Здорово. Больше вот хоть убей, ничего такого нового не пожил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Лалина Кры Misthe Audi